ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надевайте легкий поезд. То есть можете попробовать. Внизу? Да. Присовывайте его. Желательно вершина внизу. А, то есть два... Да, оно удобно. Саша, откуда ты? Например, вот таких, что можно сделать в палточках. Сначала оно что-то выходит, а потом оно сбивается. Смех-мех. Ну, например, вот я делаю, например, это научился я, вот. Что-то делаю, раз, два, три, слева направо, потом вниз, оно что-то сбивается. Ну, тебе нужно научиться крутить по антискину. Пое, которое идет с кинзинца. Вот просто подержи та, которая у указательного пальца, и подержи. И против кое, которая у мизинца. Та, которая указательного, не груз, не груз. То есть, я вот так держу ее. Как ты держишь? Вот начинаем. Да. Вот как ты, бабочку, ты так заходишь, да? Начинаешь. Левый верхний угол, потом правый верх. И опускаешься в верхний угол правый. Вот оно у тебя должно треугольничек нарисовать. И оно, а сколько ты хочешь, то есть, можно лепестков сделать, но нужно это научиться делать, да? Ну, да. Можно четырех лечных делать. То есть, то, что рисует антистин, оно стиль, это получается вот под это что-то летит во внутреннюю плоскость, да? Ну, постоянно меняется. Вот, например, в данном движении, получается, два лепестка вверх идет снаружи. Ну, мы сейчас говорим про три квадра. Ну, да. Два вверх наружи, а один внутри. Да. Она меняется в плоскости. То есть, если посмотреть на бабочку, она идет как в две равные плоскости. Например, здесь у меня правая поя вверху, а здесь она внизу возле меня. Да. Вот, поэтому количество лепестков меняется. Ну, то есть, внутреннее и наружнее. Ну, для начала нужно понять принцип, а потом попробовать с бабочки его запустить. Да. Вот, по самому. Хорошо. Хорошо, а еще с восьмерки в бабочку-то все. Да, можно зайти. Смотри, прямая восьмерка. Мы останавливаем пыл, который идет у мизинца. Переходим в бабочку. О, подожди, спасибо. Я никто останавливал, оказывается. Да, основ делаешь, так что мизинца. Перед собой удобно ее останавливать. Останавливаем пылочку, да? Да, это переход. Я хочу сегодня дать гирижонтовый. Но ты не прячься. Будешь на две руки делать гирижонтовый. Просто смотрите, сегодня тема будет. Все движения горизонтальных плоскостей. То есть, начинаем с однобитки в обе стороны. Просто однобитка. Пуя, которая указательного пальца, она держится в верхней части, которая у мизинца, нижней части руки. А они не вращаются, да? Они вот так вращаются. Ну да, да, вот так вот. А что оно так как-то сбивается? И то же самое в другую сторону. Можно переход сделать об тело. Пах-пах. То же самое в другую сторону. Это у нас указательный большой палец сверху, а мизинец внизу. Если получается, пробуйте менять положение и крутить поя, которое у мизинца вверху, а которое у указательного внизу. То есть, тоже однобитку. Вот такое вот движение. Вдруг, говорят, нужно двухбитку разбить на части? Ну, по сути, да. Мы эту двухбитку как бы ни делаем. У нас тут по одному обороту с каждой стороны. Ну, это же в обе стороны, в одну и в другую. В общем, 8 штук должно быть, если на дверухе. Ну, да. Также трехбитки тут же могут быть. Ну, то есть, все, что есть в той плоскости, оно может быть и здесь. А то есть, это в одну и в другую сторону. Ну, конечно, да. Посмотри, вот так толщина вот так выкрукает. Да, вот так вот. Мизинец вверху указать наибольшой палец внизу. Тесле мизинец сверху. Да, дальше идем на двухбитки. То есть, тут у нас ведущая поэ в данном случае с мизинца идет. Она всегда ведущая, и это двухбитка. Риверсная. То же самое, когда большой палец сверху. Тоже двухбитка. Без намотки. Двухбитки идут без намотки. Это четырехбитки идут с намоточкой. Давайте попробуем по четырех. То есть, спускаем вовнутрь. Тут вот идет небольшая намотка, когда оно внизу. У нас, опять же, всегда ведущая поэ. Что-то вот такое. А вы уже красавица не делаете. Что вы сделаете? Да. Можно делать на одной линии. Можно это делать с подразворотом. Главное понять сам принцип. Вхождение вверх, вниз. Это у нас идет четырехбитка. Запускаем вовнутрь. Ведущая указательный палец. Начинает получаться. Пробуем. С разворотом ее. И вовнутрь не пускаем. Ведущая указательный палец. Я его туда. Просто задаваю больше движения. Инерцию. Там минимум намотка. Намотка. Следующий элемент. С четырехбитки его удобно делать, когда вы ее запускаете вовнутрь. Вверху просто-напросто. Какой спирал, да? Да. Он, кстати, выполняется легче, чем горизонтальный. С него лучше учиться. Просто держите руку стабильно, как она только намоталась. Сделайте небольшой толчок. И оно разматривается. То есть, а в двухбитке оно должно такое круговое обращение быть, да? Чтобы мы верховым не знали, да? Ну да. Можно попробовать зациклить эти намотки там. Сделал одну, и сделал вторую. Сделал одну, можно. Да. Также есть намотки, так и вертикальные, так и горизонтальные. Ну, в нижней части. Ну, надо динамики задать. Рывок только его опустил, ты должен задать динамику. Ну, также все-то воже вращение. После намотки оно красиво смотрится. Это сделал, они размотались, делаешь трое вместе. Получается, ты изолируешь полностью тело и поя. на цветочке такого штука. Как ее делать в обрядке? На две руки? Оно еще расскажу. Ну, анти-антиспин. Ну, да. Как он на две руки динамидеет? В какой плоскости? Можно в полплее мне делать, можно в билплее мне делать, можно с разным таймером делать. Это как бабочка, да? Руки динамидеет? Без разницы, ну, то есть, можно в отставание в половину, чтобы они шли. Можно шли, вот у меня, например, они идут, я умею делать только в полплее мне. Там, по сути, везде принцип одинаковый. Нужно просто понимать, как оно делается, на лаберуте, а дальше уже затачивать. Это одна обратная, одна прямая. Пляжная в опять. Это одна бабушка, а вторая обратная. Да. Ну, это что, одно, ну, то же самое, то же самое, в принципе, с звездочками, с треугольниками, с Китаями. А вот это две бабочки, прямо, с них тоже можно прийти. два треугольника, да. В двою сторону, уголка. Да, да, да. И оно в сплите идет. Треугольник, Стреугольник, Треугольник, да. Да. Треугольник, да. да. в принципе, тоже. Давайте дальше выучим с петлей, делаем 4-х витку или 2-х витку, это без разницы. Делаем пару петель и разматываем их наверху, то есть по сути у нас нужно понимать какой пои выходить, вы должны проследить за пои субтитров, указательного пальца и ее вывести наверх, но она первая должна выйти, так удобнее. Если выйдет пояс другого, то это уже получится направление с мизинца. Ну это же самое, я наматываю себе, тоже ударяешь с указательного пальца, то есть пои, они тогда не запутываются. Если ударим не тупую, то она не выйдет. Это красота, но туда не происходит. Хотя я думал, может, за вопрос времени, может, можно и отпустить, так что гусло. Я думаю, да, все полгодика и половина пальца. То есть вот этими намотками они могут быть не один узел, а их может быть несколько. Да, пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...